Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я только что говорила, что самые благоприятные дни в этом месяце 27, 28, 29, самые прекрасные дни. Но у меня сегодня и так счастливый день. Вот у меня получилось, что 27 января вообще счастливый день. У меня появились первые всходы. Первые всходы, когда мы видим первые петельки, мы очень радуемся. Я уже сегодня их показывала с близкого расстояния. Тут, конечно, и трава у меня наросла, и всё. Но радоваться-то рано, потому что то, что они дружно и быстро на третий день, через три дня уже взошли, это, конечно, хорошо. Они взошли, конечно, не все. Вот ещё появились в течение дня петли. Но я вижу, что всходы будут дружные, они уже как просвечивают, даже какие ещё не вылезли. Но повода для радости мало, потому что самый сложный период, это не тот, когда посеете, когда дождались некоторые, видят, когда уже сплошным таким всё взошло и всё думают. Ну, слава Богу, всё взошло. А все трудности только начинаются. Уже сейчас приходят комментарии, что, открыв вот эту плёночку, видят люди такую белую пушистую плесень, которой подёрнулась земля. Ну, много проблем. Сейчас я расскажу, что нужно делать, как сохранить вот эти нежные сеянцы. Сейчас они самые уязвимые, они самые слабенькие. У них ещё нет корешков, у них нет вот этой поддержки в виде корневой системы, у них нет ни листиков, ничего. Вот сейчас 27 доли, даже если раскроются, самое главное, как я уже говорила, не переливайте. Если появилась плесень, если появилась плесень, вот даже на таком, на том этапе, если даже ещё нет, вот некоторые пишут, что всходов даже ещё нет, и уже вот этот белый пух появился. Но это, конечно, из-за того, что было плёночкой закрыто, когда нет воздуха, и когда тепло и влажно, все эти грибковые споры, они разрастаются. Тут совет такой. Конечно, нужно сбрызнуть каким-нибудь дезинфицирующим раствором, то есть фунгицидом. Но фунгициды, опять же, есть разные. Есть биофунгицид, такой как фитоспорин, слабенького действия. Есть, например, медный купорос, раствор. Делают одну чайную ложку на ведро, ну, конечно, в маленьких размерах, и тоже спрыскивают. Ни в коем случае растворами этими не поливайте, нужно делать только спрыскивание, потому что, если вы будете поливать, вы ещё больше грунт увлажните, столько не нужно. Нужно нам только обработать поверхность. Смотрите, от самого слабого фитоспорина до самого крепкого медного купороса есть ещё промежуточные. Если кто-то боится делать опрыскивание земли медным купоросом, есть месть содержащие, но более слабого действия. Например, хом, потом оксихом. Некоторые люди даже бордосской смесью обрыскивают, разводят бордосскую смесь. И ничего, что земля будет голубая. Но этим действием мы как раз подавим размножение, вот это поверхностное, вот этой вот плесени. Всё, с плесенью разобрались. Плесень нужно обязательно обрабатывать. Я уже говорила, есть народное средство. Можно просто сделать припудривание золой. Вот маленькая ситечка взять с такими, ну как вот заварник, через что мы сеем, вот так и припудрить. Оно, зола тоже очень агрессивная. Она хороший такой дезинфектор. Она сразу сожжёт эту плесень. И она не только сожжёт плесень, она ещё возьмёт на себя вот эту лишнюю влагу с поверхности земли. Если у вас чрезмерно переувлажнённо. Но нужно ещё помнить о том, что если вы посеяли не толстоногие, как у меня, а вот такие обыкновенные, индотерминатные, например, высокорослые, они очень быстро вытягиваются. И тут нужно не упустить момент. Как только петли раскроются и появятся семидоли, желательно сразу понизить температуру, место, где оно стоит. Вот сейчас оно у меня стоит на стеллаже 25 градусов. Если оставить на стеллаже этот лоток при температуре 25 градусов, и если, не дай бог, будет освещения мало, они быстро вытянутся, и бывает прям буквально за 2-3 дня качество рассады, ну как, ухудшается. Иногда до таких, до такого состояния, что исправить будет сложно. Вытягиваются вот такие, как нитки, и сверху две семидоли, и вот так стоят, покачиваются. Чтобы этого избежать, нужно куда-то в более прохладное место. Ну, обычно на подоконник. Я вот со стеллажа убираю или на подоконник, или с верхнего яруса стеллажа, хотя бы вниз, почти на пол. Там всё-таки температура немного на 2-3 градуса. Мы знаем, что по полу всегда прохладнее. Но делать это нужно. Именно поэтому я всегда высаживаю в первую очередь толстоногие сорта, потому что у меня нет угрозы вытягивания рассады. Но не все же высаживают в первую очередь толстоногие сорта. Если у вас сорта не толстоногие, а обычные, а особенно если высокорослые, понижение температуры нужно обязательно делать. Когда они уже немножко... Ну, понижение какое? Хотя бы 15-16 градусов. А вообще, ну, если у меня вот 25 хотя бы до 18, ну, вы понимаете, что 25 это вообще такая жара, они сейчас попрут. Всё, вот это вот те маленькие мелочи, от которых в дальнейшем зависит качество нашего рассадника, качество потом урожая, количество урожая. Нам-то самое главное довести рассаду в здоровом состоянии, чтобы она была крепенькой, здоровенькой, чтобы она не вытягивалась, чтобы плесень её не окружала, чтобы корневая система не страдала от наших переливов. Не поливайте сильно. В первое время нужно, чтобы было им не жарко. Конечно, плёнки снимать сразу, я уже говорила сегодня. И если вы будете вот эти... Ну, это правила простые, нехитрые, все огородники их знают. Если будете соблюдать эти правила, то наши малыши будут здоровые на загляденье, очень хорошие. Всё, до свидания.